Мы с вами продолжаем разбирать те моменты, которые должен знать офисный системный администратор. Я еще раз подчеркиваю, что это офисный системный администратор, потому что есть разные системные администраторы, мы об этом еще поговорим в отдельном видео. Так вот, мы добрались наконец до того, что должен понимать системный администратор в сетях. Я еще раз подчеркиваю, что по сетям обычно это отдельная вообще квалификация, отдельные специалисты, тем не менее, системный администратор не может ничего не знать о сетях, потому что все-таки современные операционные системы, они все сетевые, Они умеют работать по сети, они могут быть сервером, они могут быть клиентом сетевым То есть какие-то вещи системный администратор в любом случае должен знать и уметь настроить Безусловно, есть очень много системных администраторов, которые умеют намного глубже разбираться в сетях, чем простая настройка операционной системы Но мы сейчас говорим о таком необходимом минимуме для работы Итак, это у нас уже предпоследняя пятая часть в этом плейлисте про то, что должен знать админ И прежде чем разговаривать о том, что он должен знать, мы давайте для разнообразия поговорим о работодателях Слишком много из вас в комментариях отписывается, что работодатели дебилы, им нужно очень много за маленькие деньги Поэтому мы давайте с вами сейчас проговорим условно о том, что работодателей можно разделить на представителей малого бизнеса, среднего бизнеса и крупного бизнеса Мелкий бизнес, ему как правило не нужен системный администратор, ему нужно затыкать как-то дыры, поддерживать какое-то функционирование То есть это как правило несколько ноутбуков, компьютеров, может быть сетевой сервер, сайт и так далее Нет каких-то сложных сервисов, небольшие, простые, критичные, можно потерять половину компьютеров на полдня А от этого больших каких-то таких проблем не будет Поэтому они не будут платить чаще всего хорошему админу И будут брать себе на работу и Никея, который будет заватывать, чинить, что-то как-то поддерживать работоспособное состояние И именно эти товарищи, скорее всего, конечно, много денег платить не будут Безусловно, всегда есть исключения, есть очень хороший малый бизнес, которым управляют люди, у которых с головой все в порядке И они могут найти себе и посадить хорошего админа, но, как правило, тогда он будет поддерживать несколько мелких бизнесов Потому что на один небольшой мелкий бизнес полноценный умный системный администратор не нужен И даже если он там оказался, ему очень должно быстро стать скучно, и он оттуда свалит рано или поздно Тем не менее, я вам два человечка отправил в малый бизнес, это и Никея, и системный администратор Дальше у нас есть средний бизнес, это уже тот бизнес, которому нужно обеспечивать какую-то такую более стабильную работоспособность Чем малому бизнесу, именно с точки зрения IT-инфраструктуры Тут думают о том, как уменьшить свои проблемы, и для этого чаще всего платят специалисту Им уже критичный, простой, у них есть сервисы, от функционирования которых зависит бизнес И если у них там какой-нибудь ERP или 1С вылетит на полдня, это может им принести определенные убытки Если малый бизнес у нас был, это какая-нибудь там продажа одежды, рекламная компания, дизайнерское бюро Тут это уже может быть какая-нибудь сеть гостиниц, производитель станков, транспортная компания, дистрибьютор техники Кто-то, у кого уже есть такая разветвленная IT-инфраструктура Они уже могут беспокоиться о том, что им нужно экономить деньги на ремонте железа И думать о том, чтобы у всех было приблизительно одинаковое железо от одинакового поставщика Они хотят экономить деньги на работе пользователей, чтобы у всех была, например, одинаковая версия Microsoft Office или AutoCAD И не нужно было морочиться с тем, что один другому пересылает документы в той программе, которой нет другого и так далее И для этого всего уже нужен системный администратор Он настроит сервисы более-менее одинаково для всех, сделает мануалы, инструкции И будут следить за состоянием серверов и за состоянием того, что происходит на компьютерах В среднем бизнесе уже, в принципе, есть место и Nikkei, который делает черную работу И системного администратора, который может управлять сложными сервисами И даже иногда сюда влезает системный архитектор, но редко Но он тоже там может быть, получает какие-нибудь большие деньги за то, что обеспечивает Ну или говорит, что обеспечивает какую-нибудь оптимизированную производительность Каких-нибудь двух-трех критичных сервисов Опять же, как правило, в среднем бизнесе полноценному, очень умному системному архитектору делать нечего Это все люди, которые идут в крупный бизнес Тем не менее, в среднем бизнесе чаще всего можно получить, ну, наверное, оптимальную зарплату Тут можно зарабатывать деньги Тут, как правило, работодатель не жмется Он понимает, на чем он зарабатывает, кто это все обеспечивает И вот в таких компаниях, наверное, работать выгоднее всего Ну и у нас остался еще крупный бизнес, где вообще любая мелочь за счет объемов экономит колоссальные вообще деньги И минута простая может принести просто огромные убытки И тут уже за организацию всей этой инфраструктуры платят мастерам своего дела При этом тут точно так же есть и Nikkei системные администраторы И они, скорее всего, зарабатывают не очень много денег Это просто винтики в крупной машине Один легко заменяется другим Но системные архитекторы и прочие люди, которые поднимаются наверх по карьерной лестнице IT Тех же самых системных администраторов Тут они могут сидеть на очень хороших деньгах Если они обеспечивают хорошую производительность Ну и, по крайней мере, умеют об этом красиво С отчетами и доказательствами рассказывать своему руководству Опять же, тут уже все связано с многократным резервированием систем Выбором оптимальных технологий программных решений Режимом функционирования железом В принципе, чаще всего в крупном бизнесе IT-подразделение управляется как одна из сфер бизнеса Со своими показателями, окупаемостью и так далее Опять же, это уже что-то масштабное, чаще всего государственное Но и не обязательно Может быть, страховая компания, какой-нибудь Газпром, Почта России Что-то большое, системный интегратор какой-нибудь И тут есть место тоже всем трем Но, как я и говорил, Nikkei и Admin здесь будут платить, скорее всего, меньше, чем в среднем бизнесе И, собственно, основной вопрос заключается в том На какую позицию вы рассчитываетесь и на какого работодателя замахиваетесь То есть, умные люди, когда они приходят на собеседование Они, прежде всего, интересуются, чем компания занимается Как давно она на рынке, какие у нее планы Потому что, например, есть очень много стартапчиков Которые предлагают какие-то хорошие деньги Но через три месяца они закрываются и захлопываются Вам снова нужно искать работу При этом на рынке, если посмотреть, полно вакансий Которые требуют хороших специалистов Ну, как всегда и было, даже во времена кризиса Очень хорошие специалисты, они с руками и ногами отрываются на рабочие места Нужно, соответственно, просто повышать свою квалификацию Безусловно, нужно знать английский Нужно следить за какими-то новинками Нужно читать разные айтишные статьи И тогда найти работу довольно-таки просто Я должен признаться, что я никакие айтишные статьи не читаю И на новинки особенно не замахиваюсь Потому что у меня слишком много и так айти в моей жизни Я этого стараюсь избегать Тем не менее, если разбираться в каких-то основных концепциях Хорошую работу найти можно запросто и за хорошие деньги Ну и, наконец, давайте поговорим теперь о сетевых технологиях О том, что должны знать админы наши Если говорить об иникею, он должен разбираться с основами TCP IP Хотя бы приблизительно понимать, что такое модель ISO оси Сколько в ней уровней, что на каком уровне происходит На теоретическом достаточно уровне Про TCP IP ему нужно понимать, как строится адрес То есть, что такое адрес TCP IP версии 4 Что такое маска, шлюз DNS Что такое MAC адреса, что такое IPv6 адреса Как они работают, базовые вещи Кроме того, нужно понимать, какой сервис чем занимается Для чего нужен DNS, как работает DHCP Как передаются файлы по сети Просто азы Дальше я перечислил железки, которые должен понимать Системный администратор Anykey Чтобы не путаться Чтобы он мог настроить какой-нибудь маршрутизатор Wi-Fi простой Читал хотя бы про оптику Понимал, что есть трансмиттер, ресивер Есть одномодовое и многомодовое волокно Могут они работать, трансмиттеры, ресиверы по-разному Это все может ему пригодиться Опять же, достаточно просто про это почитать Потому что, как правило, руками эти штуки настраивают уже серьезные сетевые какие-то администраторы Ну и Anykey может, конечно, побаловаться По Wi-Fi отдельно я его выделил в отдельную такую часть Потому что по Wi-Fi нужно понимать, что есть какие-то гостевые сети Можно пускать через Wi-Fi в свою сеть Можно пускать только в интернет Можно ограничивать какие-то DMZ пространства Можно шифровать трафик Вообще, желательно разбираться в стандарте Wi-Fi Это, по-моему, 802.1 стандарт Понимать, что есть разницы между этими стандартами Что если Wi-Fi включен, а какой-нибудь мобильный телефон его не видит Или наоборот, Wi-Fi включен и этот Wi-Fi видит только последние какие-нибудь айфоны Нужно понимать, что нужно менять Wi-Fi в маршрутизаторе, чтобы все все увидели Ну и отдельно я снизу выделил сетевые протоколы С которыми должен понимать, как работать администратор Основные сетевые протоколы Вслух я их читать не буду Тут все понятно достаточно То есть задача Anykey это настроить сеть на машине Починить выход в интернет Все, этого достаточно Теперь админ Опять же, тут очень много можно говорить И по-разному все считают, что должен знать админ, что не должен знать админ Вот необходимый минимум у нас на картинке Этому нужно разбираться в том, что такое мультикаст, бродкаст, anycast И видов вещания Нужно уметь объединять сетевые карточки в группу В команду Это никтиминг В Windows сервере он уже встроенный у нас лет 6 Нужно понимать, что такое VLAN и как они работают Дальше админ у нас настраивает сетевые серверы Мы об этом уже тоже не раз говорили Это серверы DNS, DHCP, VPN, Firewall, опять же, организации дельно-материзированной зоны То есть все, что связано с организацией сети малого-среднего офиса Я отдельно выделил строчку о разницах в уровне оборудования Дело в том, что есть различные коммутаторы Мне просто пришло это в голову Я вспомнил, что есть коммутаторы второго уровня, третьего уровня Нужно понимать, в чем разница между ними Что такое интеллектуальные коммутаторы Есть, что такое стекируемые коммутаторы Это просто все, что связано с железкой Я всегда так и выключил И админ, безусловно, должен уметь строить топологию сетей Что это значит? Если у админа есть какая-то локальная сеть И потом у него появляются у этого админа какие-то филиалы удаленные Удаленные сотрудники, что-то в облаке Чтобы он мог выстроить топологию вот этих сетей Чтобы было понятно, где какая подсеть Как эти подсети друг на другу маршрутизируются Так, чтобы человек, подключившись через VPN клиента из дома Мог там открыть сетевую папку в одном сервере Распечатать на принтере в филиале И еще что-нибудь с облачкой подкачать То есть выстроить такую топологию и понимать, как эта топология работает Опять же, это необходимый минимум По этому ролику, я чувствую, вы меня будете дополнять бесконечно Потому что я здесь говорю очень поверхностно Тут прям есть что добавить Но я настаиваю на том, что все-таки специализация сетевая Она должна быть чуть-чуть в стороне И если нужно, просто нужно в этой стороне что-то почитать и подучить Ну и под конец у нас идет наш слайд с архитектором Традиционно мы стали так его называть в последних видео Это такой специалист, как мы уже говорили Он умеет все продумывать в больших масштабах, с нюансами И обеспечивает оптимизированное все Производительность, безопасность, оптимизирует затраты и так далее Тут можно с точки зрения сети сказать, что архитектор, например Может организовывать крупные сегменты сети То есть, допустим, у вас был офис И этот офис растет, растет Вот у вас там было 100 компьютеров Вот уже 200 компьютеров Вот 1000 Вот 10 тысяч И системный администратор, который как-то в этом никогда не разбирался Он уже не сможет поддерживать такую сеть Он не знает, как ему, где расположить DHCP сервер Как их связать между собой Как DNS здесь лучше выстроить Как вообще маршрутизировать запросы какие-то Как балансировать трафик То есть, когда мы говорим уже о больших числах Тут принимаются несколько другие решения, чем просто увеличение количества ресурсов Это имеет отношение не только к сети Это может быть к хранению данных То есть, пока у вас там все данные компании помещаются на 2-3 терабайтов дисков Это еще более-менее нормально Когда у вас становится 100 или 200 терабайт Тут уже нужны специалисты различного уровня Иначе у вас все будет просто дико тормозить Именно для этого нам нужны системные архитекторы Которые в этом разбираются и понимают, как это делать Это может быть организация какого-то резервирования Когда у вас есть какой-то критичный сервер Какой-нибудь, я не знаю, 1С на кластере шести серверов Расположенный в одном центре обработки данных Вы строите схему резервирования Когда у вас, если этот ЦОД по какой-то причине взрывается Сгорает, с ним пропадает канал связи Чтобы вы могли переключиться на другой ЦОД Где-нибудь в другом конце страны вообще И системный архитектор тогда уже продумывает Как синхронизировать данные между этими ЦОДами Как переключать трафик между ними Как восстанавливать после аварии Опять же, обычный системный администратор Он с этим не разберется Тут нужно иметь такой хороший опыт выстраивания Всех этих гигантских, серьезных сетей На продвинутых решениях Тут можно даже, если говорить о сетях Привести такой пример, что вот у вас Вы использовали определенный вид VPN И тут решили, что этот VPN уязвим При этом у вас есть компания, клиент С которой вы работаете Какой-нибудь там, не знаю, партнер Который использует этот устаревший вид VPN С вами для того, чтобы синхронизироваться У вас есть какие-нибудь продвинутые клиенты Которые используют андроиды, сяоми Не знаю, айфоны На которые ставится только такой вид VPN клиента И тут системный архитектор может все это продумать Выстроить и сказать, что мы в результате берем вот такое решение для VPN сервера Этим мы предлагаем такое соединение Этим такое соединение Тем, кто у нас незащищенный Мы их отправляем в ограниченный сегмент сети Тем, кто у нас максимально защищенный Мы их отправляем сюда, сюда и сюда И вот это вот все, когда архитектор выстроит Он передает уже инструкции для внедрения системному администратору И системный администратор это все начинает настраивать на серваках А какие-нибудь и Nikkei еще бегают и по компьютерам пользователей И по их мобильным устройствам что-нибудь бегают, втыкают Хотя хороший системный администратор может это сделать без Nikkei Просто политиками, какими-нибудь сценариями Ну, собственно, и хватит, наверное, про сети для офисных администраторов Опять же, здесь можно продолжать в разные стороны Все зависит от того, какая компания, чем она занимается И что им может быть нужно Тут, например, у нас был клиент, у которого был маршруточный парк Ему нужно было снимать данные Когда маршрутки проезжают мимо ворот, въезжая на территорию И там нужно было успеть к этой маршрутке подключиться Автоматически все выкачать, чтобы руками не качать Там тоже были сложные сетевые решения Включая Wi-Fi, включая усиление сигнала Включая сжатие трафика То есть это все зависит от конкретного, конечно, применения знаний в области сети Но, в общем, это все вот так вот очертили И, пожалуй, на этом закончим Останется у нас одно видео со всякими специальными знаниями для офисного системного администратора Спасибо, что смотрели